привет всем добро пожаловать давайте поговорим сегодня про весенние ароматы тем более что наступил апрель у нас настало наконец-то тепло бегут ручьи все тают сугробы грязь ну все как полагается весной не самая так скажем красивая для меня пора особенно вот в этот самый период когда ну вот теперь да когда все тает потому что так себе я уже люблю когда знаете все растаяло и в принципе подсохло чтобы не было ни грязи не слякоти но суть не в этом конечно суть в ароматах я хочу поговорить сегодня про весенние ароматы и прежде всего именно это будут женские женские ароматы для женщин весенние ароматы для женщин ну и наверное буду очень так скажем примитивен в своем выборе с первым ароматом я хочу предложить диорисима диор это те самые ландыши которые многие считают самым весенним букетом цветочным букетом который можно только вот себе представить и использовать весной в то самое вот время когда на улице уже в принципе тепло бегут ручьи светит солнце как у нас сегодня ну и в принципе такая вот скажем практически теплая погода хотя у нас еще пока не было таких больших плюсовых температур на самый максимум это вроде бы плюс шесть было но я думаю еще немножечко и будет уже жара можно будет снимать пуховики и вообще получать удовольствие диорисима это у нас ландыши прежде всего но ландыши они плавно переходящие в жасмин немножко индольные конечно есть и некоторые в нем такая вот по крайней мере в этом флаконе в нашем случае легкая такая синтетичность да вот легкая какая химозность вот именно ландыши может быть я вообще принципе вот этих вот всех цветов и весенних соцветий которые в нем присутствуют потому что из-за этой вот синтетичности долгое время я не мог подружиться с этим ароматом кто-то мне я уже принципе не один раз об этом говорил он мне напоминал освежитель воздуха с запахом ландышей вот очень долгое время не мог отделаться от этой мысли именно с этим ароматом его купили и вот он у нас долгое время стоял карена конечно как-то периодически пользовалась пока я как бы не ругался мне что не надо не прыгать и применять им ароматом и вот спустя вот много лет наверно сколько он же года четыре у нас стоит он вроде бы как бы настоялся и вот та вот самая такая вот неприятная какая-то нота в нем прошла концентрация спарфюмированной воды хотя насколько помню мы когда ходили мы когда выбирали этот аромат тестер стоял туалетной воды и мы вот его пробовали там было просто напросто красиво нереально красиво начиная от самого аромата на старте заканчивая на блотере и на коже и мы вот не посмотрели то что это была парфюмированная вода естественно и взяли и это одно другое восприятие то другое как бы настроение и в общем как-то не очень не было это все долгое время сейчас могу сказать что он настоялся все это прошло это конечно не так не настолько как красиво красиво как и было в туалетной воде но по-своему это красивый действительно весенний такой-то легкий свежий цветочный весенний аромат с ландышами и жаснинами и вроде бы даже и ланг-лангом то есть идеальный вариант вот именно такую вот оттепельную погоду когда узнаете светит солнышко бегут ручьи местами еще лежит снег как у нас сейчас вот в окно там белые и грязные кучи снега но на улице по крайней мере такой свежий легкий ветреный воздух особенно вот у нас по крайней мере в сибири весной часто бывают ветра и очень часто бывают сильные ветра и в такую погоду идеально носить вот именно шлейфовый аромат чтобы вот когда ты шел по улице вокруг тебя вот как бы вот море вот этих всяких цветов ароматов было и ну и плюсы того аромата который ты носишь его биорисима он как раз будет очень очень уместен именно вот в такую погоду как у нас сейчас так дальше 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 чтобы вам показать ну еще один такой же принципе легкий цветочный аромат это я хочу предложить премьер жур от неналичий в данном случае это легкая ванильная орхидея и душистый горошек прям вот прекрасный душистый сладковатый даже может быть местами можно было бы сказать и приторный душистый горошек но все-таки нет есть и другие цветочные ноты которые как-то все это разбавляют и вот аромат он такого знаете вот действительно воздушно весенний акварельно прозрачный вот и местами даже вот ну чуть ли не водянистый что ли вот прям как вот опять же таки весенний воздух и он прекрасно смотрится вот именно сейчас в это время карина уже тоже не один раз им брызгалась у нас вы видите остаточек во флаконе я думаю скоро он у нас закончится потому что весна как говорится еще целых два месяца я думаю карина не один раз им будет пользоваться я же лично этим ароматом пользовался вроде бы как один раз он не понравился но для меня это такой вот аромат как я но уже не один раз говорил я все-таки наверно как-нибудь сниму такое видео исключительно женственный аромат то есть это тот аромат который я не могу позволить себе носить на на себе на своей коже потому что лично сам я его воспринимаю исключительно как женственный хотя возможно в шлейфе он будет звучать как-то иначе соприкасаясь именно с моей кожей возможно кто-то ну как говорится в шлейфе от меня и не обратит этой разницы но вот у меня есть лично свой какой-то такой вот цензор на некоторые ароматы и это не для меня это только для карины и поэтому я вот и вот с удовольствием отношу именно вот в это видео про весенние ароматы именно женственные женские весенние ароматы для женщин на весну который очень нравится шлейфе от карины как я еще раз повторяю это прекрасная такая сладковатая ванильная орхидея душистый горошек прекрасен кстати еще один аромат с душистым горошком тоже у меня попал весеннюю поборку это у нас одна из наших недавних новинок и семьяки плит лис вроде бы как переводится складки да пожалуйста вообще насколько мы поняли из рекламы по вот этому колпачку если вот перевернуть к вверх ногами это знак плессированная да вроде бы ткань это юбка то есть это вот такая вот юбка в общем со складками не знаю какое отношение это имеет к аромату я по крайней мере звучание самого аромата никаких складок я не слышу и не чувствую даже вот какой-то знаете такой тактильности да вот именно ткани как часто вот можно вообразить от ноты например того же кашмирана потому что если есть какие-то ароматы с кашмираном я все-таки как-то в них ощущаю какую-то некоторую такую тактильность что можно представить как будто ты соприкасаешься с какой-то тканью да вот на себе там или еще что-то в том духе здесь этого нет здесь просто опять же таки сладкий данном случае уже достаточно хорошо сладкий душистый корошек и такой вот фиалково-леденцовый какой-то вот знаете моменты да вот такая фиалковая история как в аромате инсолинс от герлина уже в принципе когда вот мы сделали видео про наши новинки я в принципе рассказывал об этом я сравнил этот аромат с инсолинс от герлина для меня на самом деле они очень похожи но с огромной разницей в том что если этот аромат он такой-то мажорный радостный веселый действительно весенний то инсолинс от герлин он более минорный аромат он более грустный загадочные и осенний поэтому тут выбор очевиден осенью для меня будет инсолинс весной для меня будет плиц плиц вот и семьяки потому что это ярко солнечно сладко леденцово так вот по весеннему как-то радостно уютно ну и сладко душистого горошечина так скажем прекрасно великолепный аромат который идеально впишется именно вот в весеннюю погоду опять же таки на ветру с великолепным кстати шлейфом аромат вот именно на ветру это будет просто просто прекрасно и потрясающе имя кстати могу пользоваться потому что он фиалки я люблю и леденцовые фиалки ну в данном случае то есть у меня уже таких вот сильных претензий к нему к нему нет как с премьер жур это вот действительно для меня аромат вот исключительно вот для ношения именно карины а вот и плиц плиц я могу с удовольствием тоже иногда побрызгаться так дальше 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 чтобы вам показать такое интересное ну наверное предложу на весну а урод мюблер в концентрации туалетная вода тоже такой вот свежезеленый сочный зеленый такой красивый аромат с белыми цветами преимущественно вроде бы тупероза по моему ощущение по моему восприятию если честно слабо помню пирамиду аромата я знаю что они с парфюмированной водой похоже но этот он более такой легкий более прозрачный более воздушный в принципе даже можно использовать всю весну переходя и в лето то что вот за счет такой сочной зелени он будет уместен как и сейчас весной в данном климате так и летом когда будет уже принципе тепло и там может даже где-то после дождя и даже весной после дождя вот этот красота на бутылок великолепно особенно когда мы в принципе купили а мы его и приобретали вот этот флакон это аур где-то в конце наверное весны и начале лета и в дождливую погоду вот это вот сочная зелень в принципе вообще по влажному как в воздухе она настолько потрясающе открывается ну и опять же стоит отметить что он намного легче парфюмированной воды потому что парфюмированную воду я знаю многие не любили и я в принципе как бы ни один раз как бы советовал нашему то зрителям ну или даже тем кто у нас спрашивал стоит ли в принципе стоит обратить внимание попробовать если вам хоть как-то понравилась парфюмированная вода на ее было тяжело носить но опять же для меня парфюмированная вода она скорее вот именно как и зимний такой вот согревающий вариант а вот туалетная вода это действительно это такая сочная красивая зелень именно на весну и это прекрасно так раз я уже заговорил про зелень давайте я покажу еще один аромат тоже такой же вот в принципе похожим скажем так зелено-бело цветочное направление аромат у нас пантера от парфюмерного бренда ювелирного парфюмерного бренда карте в туалетной версии воды прекрасный такой же вот красивый яркий сочный зеленый старт плавно переходящий в гордыню для меня здесь знаете вот гордыни она из-за разряда скажем так как правильно так сказать чтобы не обидеть любители наверное гордыни для меня если гордыни стубероза это нечто особенно если гордыни она для меня сама по себе она часто как-то вот в парфюмерии в моем по крайней мере случай моем восприятии звучит как парикмахерские 90-х годов особенно когда вот мы с мамой как бы часто ну маленький был у меня там куда-нибудь садик не в садик не знаю куда-то забрала водила не знаю я помню вот как бы такую картину что по крайней мере несколько раз мы заходили она там красила волосы то есть она мне часто обесвечивалась и в то время насколько я знаю мы всегда волосы обесвечивали перекисью водорода и гидроперида и вот вот эта вот реакция она вот пахнет нечто похожее вот как будут в воздух стоит в воздухе среди запах вот этого от реакции вот эта вот перекиси с гидроперида мои вот гордыня для меня в уход пахнет здесь именно как-то вот таким живот вот таким вот ассоциативным рядом это неплохо это наоборот хорошо то исключительно длина это как будто аромат даже воспоминание из Вот это ароматы, ну, пусть не советских, по крайней мере, ранее таких вот российских парикмахерских, это покраска волос, это действительно зеленые цветы, это весна, лето, это вот прям вот что-то такое красивое, прекрасное и невероятное. От парфюмированной воды, опять же-таки, очень сильно отличается, потому что парфюмированная вода для меня это такой классический шипрово-фруктовый аромат, тоже, кстати, с гордыней, с фруктами, с самхом, маха там, конечно, намного больше, здесь все-таки больше какой-то такой зелени, свежести, прям каких-то, не знаю, стеблей и вот той самой такой интересной, красивой гордыни. То есть, для меня она далеко не кремовая гордыня, как многие ее воспринимают и описывают. Если бы сюда, вот, например, добавить еще туберозы, как в Аури, да, или даже, может быть, если попробовать смешать этих два аромата, для меня тогда это, возможно, получится что-то, наверное, среднее между Estee Lauder Private Collection, которую гордыня тубероза. Потому что, вот, когда гордыня тубероза, они как-то звучат более густо, более плотно, более объемно, ну и ближе, конечно, к прохладному климату. А вот в данном случае, вот эта вот такая вот парикмахерская гордыня на зеленом таком вот красивом блоке, это вот действительно весна, плавно переходящая, кстати, опять же-таки, в лето, как и Аура Мюблер. То есть, ну, стоит обратить внимание. Следующий аромат из разряда зеленых, его надо было сразу же показывать после Диориссима, потому что в Диориссиме были ландыши. Здесь у нас уже гиацинты, это Live in Love от Оскара Толорента. Красивый весенне-летний аромат, на более уже такой, конечно, теплый промежуток времени, это уже когда, знаете, нет снега, нет уже ручейков и пробивается трава из-под земли. Хотя гиацинты, они цветут намного раньше в нормальных местах, по крайней мере, у нас даже в марте уже продавали гиацинты, корни, чтобы их можно было покупать, ставить, они бы там расцветали. То есть, прекрасный вариант, вот именно на уже такую вот сухую весну, когда пробивается зелень, ну и, соответственно, уже полным ходом могут идти дожди, и вот он будет вообще прекрасен и идеален, и летом также. Его я тоже ношу крайне редко, очень-очень редко, потому что он, опять же-таки, для меня из разряда вот именно женственных ароматов. Я его очень люблю в шлейфе на корине, то есть, когда вот она именно брызгается, даже пусть это будет и не лет, она может и зимой, как говорится, вечером перед сном его на себя нанести, и, ну, мне уже, в принципе, нравится. Но, тем не менее, когда мы выходим на улицу, и корина в этом аромате, это прекрасно, вот такое вот облако из зелени, гиацинтов, и даже я не помню, что там еще есть в пирамиде, по крайней мере, я знаю, что это для меня зелень и гиацинты. Вот такие вот красивые, аккуратные, нежные, весенние, легкие, воздушные. Так, дальше, 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 дальше. Ну, давайте, наверное, поговорим про легкие такие пудровые ароматы. Это у нас Трезор, Ланком, роза, персики и сухая пудра. И немножко, знаете, какой-то такой интересной табачности. Это вот как, если бы, например, Карина бы курила и пользовалась бы вот ароматом с розой и персиками. То есть, это вот прям запах, вот знаете, прокуренных пальцев, почему-то я слышу в этом аромате. Не знаю, почему, может быть, я один, кто его так воспринимает. Но лично мне даже это как-то нравится, потому что вот тот, ну, вот именно запах вот как прокуренных пальцев, может быть, прокуренной одежды в розе, персиках и пудре сухой. То есть, вот как-то так, который прекрасно, кстати, открывается именно вот в таком вот сейчас климате, как вот именно у нас, когда вот все бежит, течет. Потому что вот эта вот сигаретность, вот эта вот табачность, она вот во влажном воздухе как-то еще более какие-то красивые нюансы приобретает. То, что он там ребенка так несет, как тело. Мужчина идет, там ребенок прямо у него вот так, потому что распластался, как морская звезда. В общем, прекрасный аромат вот именно на весну, вот именно на сейчас, на влажную погоду, когда все тает и бежит, с такими вот интересными какими-то вот моментами. Ну, может быть, это исключительно мой какой-то такой вот альфакторный глюк. Если кто-то из вас еще слышит здесь запах сигарет, напишите мне, пожалуйста, чтобы я знал, что я не один такой, кто здесь помимо розы с персиками слышит еще и сигареты, прокуренные куртки какие-нибудь. Еще один аромат из этого же направления для меня это бергери, води. Вот этот вот вариант в парфюмированной воде, они мне чем-то похожи, возможно, потому что и там, и там есть и розы, и персики, и вот легкое такое напоминание сухой пудры. Но если в трезоре это была у нас, как я говорю, сигаретка, вот прокуренные пальцы, куртки, в данном случае здесь полынь дает какую-то интересную такую вот необыкновенную терпкость и уже телесность. Многие в комментариях, кстати, на фрагрантике пишут про плотскую там всякую грязь, вот эти всякие такие штучки. И в некоторой степени, если пофантазировать, как говорится, там, я не знаю, вместе с ними, с теми, кто это пишет, на самом деле можно, наверное, такое представить, потому что вот какая-то вот легкая такая интересная, вот действительно запах, ну, как человеческая, что ли, кожа, я не знаю, какое-то, ну, тело, как-то, не знаю, какое-то такое восприятие. Возможно, это играет именно то ощущение, которое вот люди все-таки писали. Мы же люди любим их, знаете, как говорится, почитать и проникнуться, наверное, да, или, как правильно сказать, не проникнуться, а все-таки со стороны мнения на нас часто бывает влияет на нас, потому что даже вот нам многие люди пишут по поводу даже каких-то других ароматов. Например, я там вот носила какой-то аромат, он мне очень нравился, но мне потом сказали, что от тебя там пахнет как-то вот, ну, не так, и все, я аромат убрала. То есть, вы понимаете, да, мою мысль? То есть, мы часто вот как бы читаем чьи-то комментарии и начинаем также чувствовать и видеть ароматы. Вот, может быть, после прочитанного мне тоже кто-то стал оказаться, что здесь какая-то легкая вот телесность в этом аромате. Но в целом, конечно, это все та же роза, персики, сухая пудра, и очень красиво все это на фоне обыграно именно вот той самой полынью, которая разбавляет его как-то и завороживает. И он, опять же-таки, прекрасно звучит именно сейчас, весной. Хотя мы купили его еще в марте, когда было более прохладно, но в более прохладном климате он как-то очень быстро слетает или, может быть, мы его быстро перестаем слышать. Хотя вот дома, когда вот Карина им брыскается, он очень-очень такой вот яркий, очень шлейфовый. Но Карина его сама почему-то в этот момент слабо слышит, а я вот хожу, и я слышу от нее замечательный, потрясающий такой вот пудрово-цветочный, немножко фруктовый шлейф. Терпкий. Терпкий за счет ноты полыни. Так, ну и последних два аромата у меня осталось. С кого начнем? Давайте, наверное, Дива Унгару. Но здесь только один флакон. Я когда, помню, делал обзор, я, пол-обзора мне было посвящено только, наверное, самому флакону, потому что это, ну, это прелесть невероятная. Вообще, ужас какой-то. Так, ну ладно, сейчас речь не о флаконе, а об аромате. Это прекрасно, красиво. И, знаете, такой вот, я бы его отнес, наверное, все-таки к восточно-цветочным альдегидным ароматам. Потому что здесь красивые, аккуратные, прям-таки вот аккуратные альдегиды, сочные какие-то вот интересные, опять же-таки, фрукты. Мне кажется, здесь тоже есть персики, наверное, с абрикосами и абстрактные красивые цветы за счет вот именно вот альдегидов. И причем, знаете, вот фрукты, они вот, альдегиды и фрукты, они часто создают такое вот впечатление какого-то вот что-ли воска. Прямо как, знаете, вот, ну, те же яблоки, когда покупаешь их, если их с данного домыть, если когда вот ты его только принес домой, даже вот не мыв яблоко, если его понюхать, от него пахнет вот именно каким-то вот воском или чем-то, чем-то похожим. Ну, то есть, тем, чем их покрывают. Я вот, правда, не знаю, чем их покрывают, но все равно их чем-то покрывают, чтобы они хранились долго. И вот здесь вот присутствуют даже вот это вот, как и персики, даже вот эта вот та самая шкурка яблока, вот покрытая вот этим самым, пусть это будет воск, да, и все это в воздухе, вот именно так вот. Опять же, напоминаю, это весне, о лете, то есть уже о каких-то фруктах, о садах, и о чем-то таком радостном, веселом, солнечном и ручейковом, скажем так, да, когда вот все вот бежит и тает, как у нас сейчас, и вот это вот настолько красиво, настолько это плотно и объемно, хотя в то же время аромат, он сам по себе не плотный, я имею в виду вот плотно, именно вот как это распространяется вот по комнате и по воздуху, когда пользуешься этим ароматом. Сегодня Карина тоже сейчас вот набрызгалась, в комнате еще, наверное, где-то полчаса пахла вот этими вот именно с сочными альдегидными фруктами и абстрактными цветами, и я представляю, как это будет красиво именно вот, если выйти на улицу, на таком вот влажном воздухе, это будет вообще невероятная красота, хотя я знаю, что мы еще пока его не выносили на улицу, не использовали, именно в этот период времени я его использовал зимой, когда мы вот получили от Антона посылку с этим ароматом, было красиво, но зимой все-таки это не его время, потому что аромат, он, я говорю, он не такой вот, не настолько густой и тягучий, чтобы носить его в весеннее время года, и для него все-таки вот весна и лето, это будет самый идеальный, оптимальный вариант, поэтому тоже советую для тех, кто не имеет аромат или, может быть, имеет, обратить на него внимание именно сейчас вот в весеннее время года, потому что это будет просто-напросто прекрасно и великолепно, я уверен в этом. И последний аромат на сегодня у нас Роберто Ковалев Лоренс, вот такая вот красота на сколько тут будет, это 30 миллилитров, это белые цветы и пачули, пачули, знаете, вот, кстати, такой очень аккуратный, очень прям чистый пачули, как, ну, без всех вот этих вот подземельных нот, без всякой вот той самой плесни, которую многие не любят, то есть это прям вот такой красивый, парфюмированный пачули с своими белыми цветами, причем белые цветы здесь, знаете, какие соцветия, вот я бы так обозвал, то есть это то, что цветет тоже вот, наверное, весной в той же самой Флоренции, это вот цветок апельсина, там, я не знаю, цветок мандарина, еще какой-нибудь такого, то есть вот именно цитрусовых вот этих вот самых деревьев, когда они в период соцветия на фоне именно вот красивого пачули, прекрасно, просто-напросто великолепно, при этом, не знаете, кстати, что напоминает, вот, опять же-таки, недавно я снимал видео про наши закончившиеся ароматы, флаконы Ивроше Буассенсуэль, то есть они с ним похожи, только, конечно, Ивроше Буассенсуэль, он все-таки более такой вот плотный, более густой, он зимний аромат, то этот аромат, он действительно для весны, потому что здесь вот прям вот распустившиеся вот эти вот цветочки, вот всяких апельсиново, мандариново, каких-нибудь лимонных деревьев, которые вот цветут и благоухают, и все это вот в этом флаконе заключено, прекрасно, великолепно, круто, при этом аромат действительно стойкий, аромат сочный, вот по-весеннему веселый, в некоторой степени даже я бы его назвал бы, наверное, ближе к вечерним ароматам, потому что, потому что пачули, потому что все-таки пачули, оно вот, все вот эти вот соцветия, она или оно пачули, как правильно? Я вот здесь, если честно, вот знаете, про пачули я не люблю склонять эту ноту, хотя я знаю по правилам русского языка, оно вроде бы склоняется, но мне, например, знаете, как часто мне пишут, слух режет, мне слух режет, когда вот там что-то это, мне вот тоже слух режет, когда пачуля, пачули, пачули, я вот не люблю склонять, я всегда пачули, значит, оно, да, наверное, пачули. Пачули, да, то есть для меня вот как-то вот тоже, ну это мой такой засколько, хотя, конечно, лично я, например, никогда в жизни никому не напишу, что не смейте в моем присутствии склонять ноту пачули. И вот поэтому для меня вот за счет ноты пачули, он скорее вот именно весенний, но вечерний аромат, потому что она вот все вот эти вот соцветия вот этих всех вот цитрусовых деревьев, да, вот как-то вот так вот захватывает, объединяет и распространяет по воздуху еще дальше и еще длиннее, потому что шлейф у него очень, кстати, длинного этого аромата, при этом он вполне стойкий, особенно на одежде, хотя вот сам, когда я его ношу, я себя перестаю слышать довольно быстро, но если я снимаю, как говорится, там, например, футболку, рубашку или свитер, да, опять на себя эти одеваются, надеваю, то, соответственно, я слышу базу этого аромата, она прекрасная, амбровая, прям такая амбровая густая база, вот опять же с теми же самыми белыми цветами, в общем, прекрасный, красивый, который тоже будет вполне уместен именно сейчас вот в весеннее время года, почему-то, когда-то у меня была подборка, которую я вот могу предложить для вас, для наших зрительниц, попробовать что-то, поэкспериментировать из того, что у вас есть, потому что, как по мне, многое из этого я уже даже сам выгуливал, я могу с ним рассказать, что я выгуливал уже Пантеру, Картия, Ауру, Боди, Трезор и Плиц-Плиц, другие ароматы, Карина, в общем, советую для знакомства, для пробы, для ношения, то есть, даже не для знакомства, если они у вас есть, то в таком случае советую покупать, конечно, ничего из этого не надо, если вы этим, как говорится, этого не имеете, но если есть возможность затестить, то да, слепым покупкам я никогда никого не присылаю, рисую, потому что это всегда очень такой вот, ну, опасный выбор, потому что вслепую покупать можно советовать только тем, кто, ну, любит рисковать, например, как я часто, в принципе, всегда делаю наши покупки вслепую, а слово только исключительно на какие-то пирамиды на фрагрантике, на комментарии, реже на отзывы других блогеров, потому что я вот знаю, вот, многих, кого мы смотрим, даже вот, кто нам нравится, я в большинстве своем все-таки наши как-то вкусы часто расходятся, поэтому, если кому-то нравится что-то одно, то это не факт, что может понравиться мне, я больше вот именно основываюсь исключительно на пирамиду аромата на фрагрантике, то есть, в таком случае, я часто очень могу, как бы, и рискнуть что-то купить, даже если оно, ну, стоит не дешево, поэтому как-то вот так вот, в общем, если у вас есть возможность тестировать, где-то тестируйте, если у вас есть дома, то пробуйте, выгуливайте на сети, в общем, все, ребята, буду с вами прощаться, Всем спасибо за просмотр, до скорых встреч, пока!